приветствую вас в любви и свете единого творца у меня возникла возможность или желание ответить на один из вопросов которые я получаю в контакте значит как он звучал он звучал вот так вот наша переписка с одной женщиной значит она не спрашивает по поводу евангелия иоанна 14 глава стих 1 да не смущается сердце ваше веруйте в бога и в меня веруйте и она спрашивает вот я прочитал и думаю веруйте в бога и меня веруйте меня это одно а бог это другое значит ну это можно сказать типичный вопрос людей которые ну как сказать с одной стороны стороны они пытаются найти что-то копает на но не делают элементарных с моей точки зрения шагов для размышления для ответа для поиска ответ на свой же вопрос но она вот перекинула мне вот типа ну вот отвечай как я не спрашиваю а чё непонятно ты поняла кто говорит у нас понять кто говорит она говорит получая здесь так проявляется яхве то есть она не поняла кто это чьи это слова не открывал просто взяла фразу и задает вопрос а ты игры отвечай и я при этом не упрекаю это просто стиль поведения людей которые не могут почему-то сделать то что я сейчас сделаю самостоятельно не знаю почему такой характер значит из этого следует что каждый народ верует своего бога из-за этого вся разобщенность на земле как это где это написано но вот такой вы и говорю это слова иисуса который говорит про своего бога отца спасибо поняла но нет на самом деле не поняла это сто процентов но как бы увидел ответ и ну хорошо хорошо все все хорошо хорошо я искал сделал видео поясню этот момент сам кое-что понял про духа истины все открыл его она 14 15 16 главу начал читать и кое-что ну как бы обновил что ли как бы и есть здесь о чем поговорить вот так вот но начали значит давайте откроем первую первую главу его иван и вспомним то что мы знаем немножко наизусть начале было слово слово было у бога и слово было бог да это мы знаем и сильно на эту тему не напрягать но если открыть перевод или когда оригинал вот греческий такой значит то же самое первая глава и расшифровку этих слов греческих и смысл этих слов и тогда возникает таскать нюансы которые можно трактовать можно не не трактовать вот например слово 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 логос нажимаем и смотрим варианты словарных определений да их тут где-то 20 сейчас 32 34 варианта то есть насчет логоса выбирайте любой вариант и и что подойдет те кто переводили естественно сильно не заморачивали слова и слова ну чё вот первый попавшийся слово речь дальше идет сказанные упомянутые бла-бла-бла и много 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 вариантов я думаю что тут подойдет если говорить об истинном боге об истинном творце что было в самом начале я думаю возникла какая-то мысль сознание вот самое самое это не я не про библейского бог вообще творец что в начале было и мы находим это определение здесь вариантов вот значит разумение разум начали появился разум или мысль мысль возникла о да и так бог начал себя осознавать но в евангелии написано слово это слово было бог то есть мог проснуться так то есть ощутил себя бог вот так было смешно или нет ладно давайте перейдем теперь к 14 главе и значит вот то что она не написала так да не смущается сердце ваше веруйте в бога и в меня веруйте но это во-первых говорил христос понятно да значит и он в 14 15 вообще в евангелии от ивана он говорил про своего бога как мы помним я напоминаю есть плейлист евангелия от ивана где читал и пытался понять и трактовать то что там происходило что то что было описано вот ну повторяюсь что бог христа это не яхва 150 процентов как никто не умные люди говорят я говорю для и умных и не очень до соответственно 150 процентов это это прям вот такой прям вот прям четко сто процентов это ну четко а в 150 процентов прям вот работ точно точно вот значит и значит сейчас мы посмотрим а и во первых я понял откуда христиане взяли троицу во первых про троицу нигде никаких евангелиях не написано так вот это вот отсюда они взяли уловили первое то что значит христос говорит я и и отец свое одно уже двое два в одном до два в одном а потом он говорит я пошлю вам духа истинного который там было бы три уже три и все это вот отсюда троицы появилась но это же люди такие как бы читали может быть они не совсем но они хитрые были да соответственно было слепить что-то такое какой-то канон веры которые потом вошел в жизнь миллионов миллиарда людей вот но просто никто не читает никто не вчитывается никто не пытается перевести правильно то что здесь написано и так ну давайте чё тут ну например второй стих в доме отца моего обители много а если бы не так я сказал бы вам я иду приготовить место вам ну как можно трактовать согласно библии обитель 1 это земля больше нет ничего есть какое-то царствие небесное если это рай то глупо туда стремится попасть на что он закрыт самим богом но тут христос говорит обители много планет много он говорит ну а как еще понять обители домиков что ли это чем домики это как бы бог построили люди обители это что-то такое глобальное я так вижу вот он говорит что отец творец многих других планет значит куда я иду вы знаете путь знаете он думает он хорошее мнение своих учениках как вот я тоже думаю что я говорю и все всем понятно но нет совсем не ну куда я иду вы же знаете а фома говорит господи не знаем куда идешь как мы можем знать ну вот он до этого говорил пятьдесят раз сто раз а фома мою не понял ты про чё говоришь ну так же как вот у меня значит но говорит эти слова я есть им путь и истина и никто не приходит к отцу как только через меня значит он провозглашает закон единого творца и тот кто поймет этот закон он пойдет быстрее идет пойдет к творцу вот чтобы но тут не говорится про спасение про какой-то это там от рай нет ничего не говорится просто хочешь к истине через меня послушай меня пойми что трудно и пойдешь вот но на что филиппом говорит ну господи он не мог говорить что это был учитель да как как максимум да а никого не господин господин это уже такой библейской господи покажи нам отца и довольны для нас но тупой человек тут ему говорит о высоких вещах он не понимает ну ты блин покажи чего-нибудь или чудо какой-нибудь сотвори и хватит там вот это все заумствование какие-то притчи какие-то там рассказываешь что-нибудь поконкретнее вот что говорит филипп тут он говорит он не говорит ты тупой гид иисус сказал сколько времени я с вами и ты не знаешь меня филипп видишь у меня видел отца как же ты говоришь покажи нам отца он им говорил что все мы часть единого творца но так как как сказать слабоумным людям это не понять его год я и отец это одно и то же может быть он говорил что я и природа одно и то же с творцом но тут опять же фильтры же тоже не просто прямая речь не видеозапись разговора это трактовка обрезаны отредактированы но и видно что филипп тупой он не понимает ничего сколько вот и уже тут со мной ходишь и нифига не понимаешь он говорит разве ты не веришь что я в отце и отец во мне слова которые говорю вам говорю не от себя отец пребывающий во мне он творит дела я посланник и посланник моего отца творца я говорю но мимо наказ опять повторяет мне верьте мне что я в отце отец во мне если не так то верьте мне по самим делам ну хотя бы по чудесам по исцелению хотя бы поэтому поверьте уже хоть что-то должны понимать в чуде раз исцелил это чудо слова не поняли это вы поняли хотя бы так истинно истинно говорю вам верующие в меня дела которые творю я и он сотворит и больше всех сотворит потому что я к отцу с моему иду вот ну и так далее если любите меня соблюдите мои заповеди ну безусловно любовь вот это все любовь это от христа шла не от яхвы откройте ветхий завет кто не читал прочитайте там нет о любви ничего только если любовь яхва к себе к своему эго кстати эго по-гречески это я я это эго так что эго это вот это я он любит яхва но людей нет конкретно а люди наивны ведь бог он все любящий всемогущий как же ты можешь там ну бог христа да отец христа да но у вас же бог это яхва это аллах это не бог христа это не отец христа духа истина которую мир не может принять потому что не видит его и не знает его а вы знаете его ибо он с вами пребывает и у вас будет вот он говорит что истина закон единого творца мир не может понять но я представитель этого закона единого творца рядом с вами он у вас будет он рядом с вами но опять же надо руку протянуть надо понять не оставлю вас сиротами приду к вам ну тут может мне надо все именно трактовать напоминаю мне есть плейлист и там все главы я зачитываю но приду к вам с идеей с мыслями да я так понимаю тут еще надо понять но принять для для читающего как он воспринимает или это христос говорит своим ученикам которые жили в то время или он обращается к поколениям к нам будущем потому что если он говорит к ученикам то в принципе этот сюжет там он и заканчивается и и все и тогда ждать то что он обещает смысла общения никакого но если это к потомкам то тогда можно продолжить и может почитать дальше день вы знаете что я в отце и вы во мне и я вас вот закон единого творца мы все части единого творца вы во мне но как они могут быть в нем когда есть четко написано в торе что есть господь есть рабы как это рабы в своем господине нет такого нет нигде не в исламе не в иудаизме такого нет есть господин и все эти слуги рабы притом слуги это понимают священники а рабы это вообще вот этот смерть вообще да низший класс а он говорит другое как он может говорить что вы рабы не рабы вы во мне он что раб что ли и а я вас как значит они господа он господин или они рабы он раб нет вверх все равны но он не говорил равны вы во мне я вас я в отце отец во мне вот так кто имеет заповеди мои и наблюдать соблюдает их тот любит меня но и такие общие слова так не буду все все до конца вот до духа святого дошли так утешитель же дух святый которого пошлет отец во имя мое научит вас всему и напомнит напомнит вам все что я говорил вам то есть он говорит сейчас вот так нажимаешь и все слова показывается а здесь внизу варианты перевода подредактировал окошко значит что тут говорится утешитель так давайте сначала посмотрим что к утешитель так утешитель защитник заступник и второе уже по значению утешитель именно то есть придет защитник же так дух дух это вот как он в троицу вошел как дух да отец сын и дух святые да вот что такое дух первое веяние дуновения порыв ну да вот это да дуновение дым ну как дым может быть второй ветер дыхание дух дух жизнь испускать дух расположенность благосклонность так шестое испарение запах аромат кстати я парфюмером был да вы знаете или нет аромат значит звук звучание глаз голос духовное начало дух вот то что имелось ввиду только на 8 месте дальше чутье дальше чутье множество числа ветры градация придыхание грамм в общем вариантов 13 что такое дух вот ну вот то что наверху это и что вот я бы выбрал это где-то вот такое ну дыхание да дыхание или или ветер или где-то звук голос 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 истинный значит во первых защитник это человек человек который голосом дыханием будет говорить истину ту же самую что говорил Христос Христос говорил про закон единого творца соответственно дух святый как тут написано это дух который говорит значит от отца тоже пришедший он говорит тоже что и Христос но логично или нет правда для религиозных это вообще нелогично это чушь но я смотрю на период и и трактую то что вижу вот святой кстати как интересно трактуется святой значит священный посвященный и святой благочестивый праведный ну вот посвященный наверное то есть дух который принадлежит к тому кто его послал кого он представляет вот в иудаизме святое или святость это принадлежность к Яхве в этом случае к творцу дух святой это тот кто посвящен или священ к творцу ну я так трактую да могу могу которого пошлет отец вот отца давайте посмотрим кто кто такой отец отец это отец это второй вариант множественное число родителей то есть множественное число значит дальше отцы предки создатель творец автор ну творец то есть можно было написать которое пошлет творец вполне вариант нормально подходит ну там капитал обращение к пожилым ну в общем вот я думаю вот это создатель он бог он же создатель он же не отец христа он же не говорил вот мой папа иосиф там или какой-то там этот раввин значит вот меня послал нет он говорит про бога да а кто бог тот кто-то сотворил реально сотворил не не в книжке прописано а кто реально сотворил и кто его послал соответственно пошлет творец во имя во имя мое ну тут не знаю во имя мое ну то есть Христос Бога-то никто не слышал и не слышал и не видел да это тоже слова Христа соответственно Христа слышали видели значит и он говорит во имя мое то есть моим именем будет говорить с вами творец отец научит вас и вот этот же значит давайте я переведу уже вообще на русский значит вот это утешитель вот это человек же защитник человек человек который будет говорить а человек святый это посвященный творцу или от творца будет вам говорить истину значит его пошлет творец во имя Христа во имя Христа во имя мое и научит он этот человек вас всему и напомнит вам все что я говорил вам напомнит что он это уже говорил но люди как я говорил кто там да мы в танке вот и опять вот тут надо опять еще раз определить это говорится ученикам или всем людям на будущем да дальше мир оставляю вам мой мир даю вам вот такие общие можно сказать слова вот тут момент и вот я сказал вам о том прежде нежели сбылось дабы вы поверили когда сбудется а это он говорил вот предсказание вот меня там будут убивать там и так далее там предадите меня тут же вот наверное про это значит уже немного мне говорить с вами идет князь мира сего и во мне не имеет ничего вот это вот немного такое кто такой князь мира да мне такой вопрос а давайте а что давайте посмотрим какие варианты князь ведь начальник а начальник почему князь начальник начальник мира начальник правитель архонт князя нет переводит видите князь мира а что это начальник звучит вот так архон архон какой князь ибо идет начальник или руководитель господь мира сего и во мне не имеет ничего но видимо это имеется до князь мира или это имеется до дьявола я так понимаю и он говорит что мне с вами с учениками осталось говорить немного потому что идет правитель мира который в нем в христе не имеет ничего он говорил бог во мне отец во мне вы во мне то есть это мы единомышленники а этот князь мира или начальник он во мне ничего не имеет то есть это не друг его вот так это тот дьявол о котором он говорил в 8 главе или по другому бог евреев или бог христиан бог мусульман потому что христиане очень запутаны у них есть и бог который дьявол и есть бог который христос это два не друга не друга но при этом у них все нормально еще там дух святой вот в общем вот он говорит да приближается это все это он может быть предвидел чтобы мир знал что люблю отца так и говорю встаньте пойдемте отсюда так 15 ну тут аллегории притча я истинно виноградная лоза отец мой виноградарь это вот ну уж люди простые или как тупые ее ученики ну как как донести скотоводы винограды вот он виноградная лоза это понятно для них давайте про лозу не буду опять прибудьте во мне и я у вас как ветвь не может приносить плода само собой если не будет на лозе так и вы если не будете во мне так лоза лоза как творец возлюбил его так и я возлюбил вас прибудьте в любви моей на этого яхва не говорил какая любовь а христос говорит о любви и говорит про отца но яхва как мы знаем убивал там пачками людей вообще без проблем так что это не яхва вот да любите друг друга как я возлюбил вас вот заповедь любите друг друга а почему люди должны любить друг друга если эти евреи эти там не знаю кавказцы эти там русские эти китайцы это разные почему эти люди все разные должны любить друг друга какая основа этой любви симпатичной что ли Или не симпатичны, или что. Или вера одна, или разная. А закон единого Творца объясняет. Мы все части единого Творца. И кавказцы, и африканцы, и китайцы, и русские, и там, не знаю кто, норвежцы, все, что мне в голову попадет, все нации, все народы, они части Творца. Все животные части Творца. Вся природа, весь космос. Тогда есть основания. Вот что говорит Христос. Одна заповедь. Любите. И все. Но чтобы полюбить, надо понять. А с этим большая проблема. Вот видите. Я уже не называю вас рабами. Ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал отца моего. Это опять же к христианам. Вы же там рабы Божьи. Но Христос-то не называл никого рабами Божьими. Но почему вы его волю не исполняете? Самого Христа. Какие рабы? Да вам пофиг. Не вы меня избрали, а я вас избрал, поставил вас, чтобы вы несли и так далее. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Ну да. ненавидит и отца моего. Ну вот так и банальность, они повторяются. вот этот вот. Но да сбудется слово, написанное в законе их, возненавидели меня напрасных. Вот до утешителя опять дошли. Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от отца? Это вот к тому, к той теме, что кто-то ждет второго пришествия Христа. Ну как же второе? Когда Христос говорит, что я пошлю вам другого, какого Христа ждут? Ну это же написано, это же не я же придумал. Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от отца, дух истинный, который от отца исходит, ну повторяет уже, потому что кто-то, да, он будет свидетельствовать о мне. Да. Я не хочу намекать на себя, но мы с Христом, так сказать, в контакте, да, и говорим одно и то же. Вот. И опять же, если он говорит ученикам своим, что вот вы, к вам я пошлю, то это не случилось. Значит, это не случилось, и все, ждать ничего, никого бесполезно, да, не надо. Потому что не случилось, он никого не послал. Но если к потомкам, тогда, ну, можно ждать. Или оглядываться, да, может, он уже пришел. Так же и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мной. Так, и вот что-то я 16 хотел посмотреть. На 16 закончим. Изгонят вас из синагог, даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Ну, то есть, они в Иудее же были, да, в Израиле. Значит, соответственно, храмы там были иудейские. Ну, синагоги, точнее. Храма не было. Синагога, это как церковь, а храм, это вот первый, второй, и ждут третьего, да. Вот. И когда эти люди, как я иногда захожу в храм, ну, на меня пшикают, иди отсюда, там, мы там, сейчас тебя это. Ну, угроз таких прям не было, но вот примерно, да. Ну, тогда были пожестче, и полиции не было, и видеонаблюдение. Соответственно, значит, кто будет убивать прямых учеников Христа, тот при этом думает, что он служит Господу Яхве. В принципе, все так и есть. Потому что нарушение заповеди Яхве карается смертной казе. Если он говорит про другого Бога, то его надо убить, и Яхве тебе, наверное, по головке погладить. Или Аллах. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни меня. Да. И теперь иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Вообще-то он уже спрашивал, но они уже забыли. То есть он понимает, что уходит. В этой жизни он свое сделал дело. След оставил. Все, он идет уже к Творцу на перевоплощение. А тут смотрите уже сами. Свобода воли. Но я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. То есть есть какая-то зависимость, что получается, два посланника не могут быть на земле. И он говорит, ну если я останусь, то ничего больше особо не изменится, но я не смогу послать утешителя, защитника. Но для того, чтобы собрать утешителя, защитника, то нужно какое-то время, соответственно, он говорит, наверное, что я вот сейчас ухожу, а потом, через какое-то время, к вам придет какой-то человек и принесет пользу, и что-то новое. Поэтому я думаю, тут все-таки к поколениям, а не к ученикам. Если к ученикам, опять же повторяюсь, то этого не произошло. Он ушел, а никто вместо него не пришел. При жизни учеников. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. Тот защитник, да? О грехе, что не верует в меня. О правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня. О суде же, что князь мира сего осужден. О, видите? Князь мира. Он же дьявол. Дьявол правит миром? Дьявол. Какой Господь главенствует над миром? В арамических религиях один Бог, он же Яхва, он же Аллах, он же Саоф и так далее. Это один Бог Израиля. Вот. О суде же, что князь мира, то есть Яхва, осужден. Я вообще-то говорил про это, да? Балтова осужден. Он аннигилирован. Его уже нет. Того Бога, которого там... Его уже нет. Ни Аллаха, ни Яхва, никого нет. Там. ну, в принципе, я об этом говорю. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Ну, видите, ваша голова не вместит больше достаточно того, что я сказал, вы это не помнили. Ну, кто-то, может быть, когда-нибудь это прочитает и поймет. Когда же придет Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Ну, явно поколением, а не ученикам обращение. Вот это вот. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Да, Христос это хороший человек. Это послание Творца. Все, что имеет Отец, есть Мое, потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам. Но опять же, закон единого. Все, нет Моего или Твоего, или Христа, или Творца. Все общее, но это надо понять. И общее не ботинки общие, а идеи общие или сознание общее. Вот о чем идет речь. Глобальные такие вещи. Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, ибо Я иду к Отцу. Но это, я думаю, про тонкий план, что вы, люди, не увидите Меня больше, но вскоре, когда и вы умрете, и ваши души попадут на тонкий план, ну, в Царстве Божьем, так в религиозных терминах, то вы там Меня увидите, вы там со Мною встретитесь. Ибо я иду к Отцу, ну, на тонкий план, и я там буду, в более высоких измерениях. И вы, если вы в этой жизни подниметесь, вы там Меня увидите. Если не подниметесь, нет, тогда нет. Я так трактую. Тут некоторые из учеников сказали один другому, что это Он говорит нам, вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, и я иду к Отцу, кто там, мы в танке. И так они говорили, что Он говорит вскоре, не знаем, что говорит, ну, тупые. Иисус, разумев, что хотел спросить Его, сказал Он, о том ли спрашиваете вы один другого, что Я сказал, вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня. Истинно, истинно говорю вам. Вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Ну, все как бы относительно. Если человек умирает, то жалеет и плачет те, кто тут остается. А душа-то она освобождается. Ей там горя нет. Она готовится к новому рождению. Поэтому смерть это начало новой жизни. Женщина, когда рожает, рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее, но когда родит младенца, уже не помнит о скорби, не помнит скорби от радости, потому что родился человек мир. Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости ваши никто не отнимет у вас. Ну, в принципе, то же, что я сказал, я этот текст не читал заранее, видите, все рождаются и умирают, и снова рождаются, и снова умирают, поэтому не надо печальиться. то, что не попросите отца во имя даст вам. Но тут не знаю, это такой сказочный вариант, как что не попросите. Просьбы должны быть реальными, в рамках разумного что-нибудь попросите отец вам даст. Просите получите. Но тут надо еще добавить верьте, потом просите того, кому верите, доверяете, и можете получить. Но в рамках разумного. Вот он говорит, до этого я говорил вам притчами, наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об отце. Вот это лоза, вот это притча. Ибо сам отец любит вас, потому что вы возлюбили меня и уверовали, что я исшел от Бога. Яхва не любит никого. Беда, что люди, эти ученики его не понимали. Он говорит, они чего теперь веруете? А, теперь видим, что ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя, посему верим, что ты от Бога пришел. Теперь веруете? Ну, они так сказали, да, теперь да. Вот наступает час и настал уже, что вы рассеетесь в каждую свою сторону и меня оставить одного. Но я не один, потому что отец со мной. Сия сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но умножайтесь, я победил мир. Ну, это опять притча такая, значит, долго можно тут рассуждать на эту тему. Ну, то, что я хотел сказать, что, во-первых, откуда появилась троица вот из этого фрагмента 14-15-16 глава, и если внимательно смотреть перевод, то не про то говорилось, а про то, что я сказал. Ну, я так думаю, да, у меня есть мое мнение. Вот, поэтому, значит, несмотря на мой насморк, я думаю, вы меня услышали. Значит, на этом я думаю, ответил женщине, что имелось ввиду про, значит, про те слова 14-го, 14-й главы Нового Завета от Евангелия Туана, и я покидаю вас в любви и свете, единого Творца. Подписывайтесь, все узнаете. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова